В Италии еще трое посетителей сайта спрашивают. В последнее время появилось очень много видеороликов с неким бывшим израильским разведчиком Яковом Кедми. Что вы можете сказать об информации, которую он оголошает, на кого он работает? Информация большей частью достоверная и полезная. А на кого работает? Работает на Израиль. Дело в том, что одним из элементов, после того, как будет раскачана ситуация, либо в Сирии, что Израилю очень сильно поберезло, что там не раскачали, либо война придет из Украины на территорию Европы и на территорию остальной России, следующим элементом станет полная зачистка еврейства. Последний финальный холокост. Если раньше еврейство выполняло роль инструмента при проведении политики управления, то теперь найден гораздо более новый, более действенный и функциональный инструмент – это саентология. И еврейство перестало быть нужным хозяину, глобальному предиктору. Но для того, чтобы решить задачу скрытия управления, нужно провести последний финальный холокост. Те дми и те люди, которые работают с ними, они понимают, что их приговорили, их уничтожают. Поэтому они вынуждены в меру своих возможностей помогать информационно. Но их помощь информационная имеет одну цель – сохранение мирового еврейства и государства Израиля. Но в этот кризисный момент сейчас любые союзники и приветствуются. Но это не значит, что ты с ними полностью находишь общий язык и с ними взаимодействуешь. Это значит, что они работают, и они работают на твои интересы. А вообще информация, она в себе полезна. Хоть ложная информация, хоть и правдивая информация. Потому что ложную информацию ты выявил, и значит, ты уже не пойдешь по ложному пути. Правдивая информация, значит, ты сможешь ее использовать и ложную информацию, и правдивую, для того, чтобы повысить качество своего управления. Но в данной ситуации, что касается кедми и товарищей, с которыми работают, эта информация в любом случае полезна для понимания того, что планируют надгосударственное управление по отношению к Украине. И они заинтересованы в том, чтобы на Украине пожара не было. Потому что что на Украине находится? Днепропетровская область. Днепропетровская область – это что? Это хаббат, любавческие евреи. Вот и все. И вот начнется с этого пожара, и захлестнет мировое еврейство по полной программе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok